Песня Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Елона Стоянова. Здраво будь, Елона! Здравствуй, Алексей! Мы сегодня находимся в очередной раз на ботике Василия Васильевича. Это означает, что мы будем сегодня говорить в программе «Давайте поговорим». На какую тему мы сегодня поговорим, что обсудим? Ты знаешь, у нас очень много накопилось вопросов, причем вопросов к тем темам, которые мы с тобой записывали. Ты с Михаилом, я считаю, должен обсудить отдельно те передачи, которые вместе делали. Большинство вопросов, конечно, пришло по последнему из выпущенных передач, по последней из выпущенных передач, что происходит с душой после аборта, распата и возмездия. В основном, в всех предыдущих передачах нас или поддерживали, какие-то такие вот свои вопросы задавали, ну не к теме. А вот здесь, конечно, очень много дискуссий, возмущений, поддержки. И у людей очень разностороннее мнение по этому поводу. Я считаю, нужно несколько комментариев зачитать, чтобы просто понять, о чем речь. И постараться на те реплики, на те вопросы просто дать какое-то такое свое, возможно, пояснение внятное. В общем, взгляды разошлись. Ну давай, читай. Первое сообщение, которое у нас высвечивается с большим количеством лайков, написала Светлана Русская. «Билы наши женщины. Нет ни одной причины и ни одного оправдания, чтобы убить своего ребенка. Наше предназначение — стать богиней, берегиней, несущей жизнь и свет, и любовь. Самое страшное, что может сделать женщина — убивать в себе жизнь. Страшнее ничего нет как для самой женщины, так и для убитой жизни, и для рода в целом». С этим вообще нельзя поспорить. Светлана очень правильно пишет. Но все-таки, я считаю, если существуют аборты, значит, на эти аборты женщину подталкивают. Как правило, подталкивают. Мы с тобой обсуждали родственники, средства массовой информации. Но я считаю, тут очень важным фактором играют мужчины. По этому поводу также были у нас комментарии о том, что ответственность нужно также на мужчинам возлагать. Оксана Бейнер пишет. «Светлана, почему вы вините только женщину? Сколько ситуаций, когда именно мужчина создаёт причины, вынуждающие женщину идти на это убийство? Убивают оба. А общество? А общество, презирающее одиноких матерей?» Действительно, нынешнее общество, я считаю, вырастило не только инфантильных мужчин, но и женщины с пониженной ответственностью. И проблема, она общая. Мне кажется, нужно всё-таки изначально разобраться, почему общество идёт на аборт. Возможно, это какие-то социальные проблемы, потому что сейчас жизнь в России нелегка. Очень многие люди просто выживают. И делая аборт, они не понимают, что они убивают души, но им кажется, что они в какой-то степени несут облегчение душе, ну, в какой-то степени себе. Потому что очень многим прокормить ещё один род, как я так выражаюсь, как, в принципе, у нас принято, да, в средствах массовой информации, очень тяжело. И люди идут вынужденно на этот шаг, возможно, не понимая той ответственности, которая будет потом. А ты как думаешь? Какие у тебя мысли? Я всегда выступаю за то, чтобы человек жил по своему естеству. Чтобы вообще любое существо на Земле жило по своему естеству и не нарушало своё естество. Если рыбке, естественно, жить в воде, она должна жить в воде. Если птичке нужно вить гнездо на дереве, она вьёт гнездо на дереве. Если мы пытаемся нарушить своё естество, мы тем самым разрушаем сами себя. Помимо видовых вариантов бытия, существуют ещё половые варианты бытия. Если мужчина захочет рожать, это говорит о том, что у неё что-то неправильно с головой. Он неправильно по существу мыслит. Он неправильно понимает своё естество. Это какой-то выродок. Если женщина захочет зачинать, это говорит о том, что у неё какие-то проблемы. Значит, она выродок. Что-то у неё происходит в голове не то. Она живёт не по естеству. Она разрушает своё естество. Так вот, если женщине по естеству вынашивать ребёнка, чтобы он там взращивался, формировался, то в этом случае, если она занимается противоположным, то есть убийством своего ребёнка, в этом случае она нарушает своё естество. Я думаю, что этот образ понятен. А если ты нарушаешь своё естество, тем самым ты уничтожаешь себя. И даже когда кто-то говорит о том, что я знаю много примеров, когда женщина делала кучу-кучу абортов и при этом живёт счастливо. Да, я знаю такие примеры. Они есть. Но при этом их не огромное количество. Подавляющее большинство примеров – это когда женщина была вынуждена сделать аборт, о чём мы говорили, что мы не имеем права запрещать кому-то это делать. Мы можем только предупредить, рассмотреть, почему это происходит, как это происходит. Но мы не имеем права запрещать. Так вот, я знаю женщин большинство, которые сделали и которые потом чувствуют себя не очень хорошо. Это говорит о том, что в них есть совесть, понятие мастеринства. Они понимают этот мир. А есть женщины, которые думают несколько о других каких-то планах бытия, планах своей жизни. И для них это всё равно что сходить в туалет, сделать аборт. Ну, подумаешь, 30 абортов. Да подумаешь, 40 абортов. Чё такого? Надо будет, ещё пойду сделаю. И когда мы ориентируемся на таких существ и говорим, ну, это же норма, тем самым мы создаём норму. Норму, где убийство, аборт – это норма. Где бездуховность – это норма. Где разрад – это норма. Где бессмыслица – это норма. Отсутствие здравомыслия – это норма. Вот я не желаю, чтобы вокруг меня была такая норма. Я хочу другую норму, где нет разврата, где есть осмысленность, где есть следование своему естеству, где люди счастливы. И когда эта норма не навязывает уничтожение кого-либо, а когда эта норма предлагает нормальное бытие, счастье, радость, продолжение жизни, а причём когда эта жизнь будет нормальной, имеется в виду, то в этом случае тогда вот для меня эта норма становится. А когда кто-то говорит, да норма – убить кого-то, норма – обокрасть кого-то, норма – обмануть кого-то. Это же серия. Нам говорят, ну как, ну не обманешь, не проживёшь. Ну это же норма, норма. Нам говорят, ну пить надо, пить надо яды всякие, наркотики – это же норма, норма. Вот я не поддерживаю такую норму. Для меня это не норма, для меня это извращение, для меня это самоуничтожение. Естественно, что надо понимать, есть безвыходные ситуации, когда что-то случилось такое, по неосмыслению, недопониманию. Это не радует, когда происходят такие ситуации, но они в наше время существуют, присутствуют. Так вот, если они происходят, то тогда аборт может быть необходим с точки зрения спасения жизни человека. Вот это первое, что необходимо понять. Я не собираюсь кого-то осуждать, но я предлагаю каждому включить здравомыслие, чтобы стало понятно, для чего вы это делаете, почему вы вынуждены это делать, кто вас вынудил, кто создал условия жизни такие, и почему вы повелись на эти условия жизни. То есть, еще раз, никого не осуждаю, но мне такая норма не подходит, она меня не устраивает, потому что это не нормально, когда в обществе существует необходимость убивать жизнь, когда в обществе существует необходимость заниматься проституцией, когда в обществе есть необходимость воровать, когда в обществе есть необходимость унижать кого-то. Это не моя норма, и я предлагаю задуматься всем, а ваша ли это норма, так ли вы хотите жить, или жить по-другому. Все начинается сначала в голове, и потом все, что рождено в голове, рождается в этот мир. Но с другой стороны, все порожденное кем-то из своей головы в этот мир порождает что-то в других головах. То есть, кто-то более мощный, кто-то более сильный, имеющий какие-то средства влияния на других людей, он может очень просто создавать какие-то дряни в своей голове и изливать их на наше окружение, изливать в наши головы. И для кого-то становится нормой. А ученые так сказали, кто-то заявляет, причем ученые даже не знают, что они сказали, но ссылаются на ученых. А вот это было, говорит нам кто-то, причем этого не было, просто выдумали, что это было. А так нормально, кто-то говорит. И эти окна овертона начинают действовать у нас на всех. Потом они закрепляются в средствах массы информации, в каких-то ток-шоу, в каких-то фильмах, в сериалах. И нам это все показывают. Дом-2. Как можно просто переспать с кем-то. Ну, залетел так залетел. Ну, подумаешь, пошел туда-то, сделал и так далее. Вот это не норма. Надо устранять причину, почему этим пользуются и что женщина вынуждает это делать. Вот если мы поймем, что женщина вынуждает это делать, если мы поймем, как правильно жить, мы будем строить то общество, которое нам нужно, где вот это безобразие будет полностью невозможно. Об этом даже никто не подумает, потому что все будет так, как должно быть по естеству. Будет достаток в семьях, будет осмысление жизни. Ребенок будет долгожданным, не просто кем-то там игрушкой, человекообразным, а долгожданным родичем, пришедшим в этот мир. И чем полнее семьи будут, тем будет больше лада на земле. Вот это норма. Ну вот как-то примерно так. Если я что-то упустил, ты можешь уточнить, добавить. Да, я добавлю, но прежде чем я добавлю, я просто прочту несколько комментариев, чтобы просто было предметнее общаться. Виталий Микеров написал такую реплику. Получается, что за кратковременное счастье дальше бывает наказание в виде развода без крепкой семьи. На что ему ответили? Вот ответили очень сильно, и тут доля правды есть. Он пишет, супер Ханна, Виталий, я что-то не совсем понимаю, о каком кратковременном счастье вы говорите? Женщина, которая сделала аборт, несчастна. Представьте, что у неё творится в душе, и не надо её называть убийцей. Убивает её. Все убивают. Безответственные мужчины, молва, законы наши. Меня радует, что сейчас уже хотя бы немного стали на это обращать внимание. Поймите, что каждая женщина хочет любви, ласки, семью, детей, хочет быть счастливой. Ей только надо помочь в этом. И от этого будет только всем лучше. Посмотрите, какие стали наши мужчины и куда это всё идёт. Пропасть. А потому, что их растят одинокие мамы, не папы. Вот где беда. А вы всё очень красиво говорите о Боге, о какой-то карме. А как мы девочек воспитываем? Посмотрите на эти потоки грязи, которые льются с экранов и СМИ. Откройте глаза. Поэтому не надо говорить, ах, какой грех, а надо устранить причину. А в большую степень здесь я вижу правду. Почему? Это вообще полностью правду. В нынешнее время очень часто бывают инстантильные мужчины. Мужчины, боящиеся на себя, взять ответственность. Я сейчас приведу пример. У нас есть такой интересный знакомый ВКонтакте. Он очень популярный. Он проводит семинары. У него нет своей семьи, но он проводит семинары о том, как построить счастливую семью. А к нему тянутся очень много женщин. Он рассказывает о телегоне, о том, что первый мужчина ах, ах, ах. Ну вот, возможно, также он имеет отношение с девочками, которые чисты. Ну так вот, девочки эти у него меняются каждый раз. Каждый раз на фотографии вижу новую девочку. То есть, по сути, он их портит, зная о том, что женщина несет на себе отпечаток первого мужчины, ну и всех последующих мужчин. Тем не менее, до сих пор не женился. Он всем рассказывает, как нужно вести семейную жизнь, и до сих пор не женился. Каждый раз новая девочка. А вот что произойдет с этой девочкой, которую действительно лишили девственности? Дальше что? Кто будет нести ответственность за эту девственность? У нас, я понимаю, большинство девочек вот сейчас взращиваются неправильными стереотипами, каким-то развратом. Но сейчас очень много информации. И женщины понимают, что нужно себя беречь. И есть, я вот встречала множество девочек, которые сейчас поступают иначе, нежели там их мамы, нежели там какие-то знакомые. Очень много сейчас чисто девочек есть. Ну не то, что много, они есть. А есть ли мужчины, которые готовы убрать за эту ответственность? Понимаете, это палка с двух концов. Так же, как мужчины, которые готовы убрать на себя ответственность за воспитание детей. Тут очень много можно рассуждать. Но если я вижу, что происходят какие-то аборты, какие-то ситуации, это проблема общества в целом. Тут было очень верно замечено, что инфантильные мужчины бывают, ну получается, вырастают только благодаря тому, что их воспитывали матери-одиночки. Это скорее всего объясняется тем, что женщина, которую воспитывают единственного мальчика, это начиналось все-таки с войны, потому что женщины очень много, мужчин теряли на войне, и женщины погибали мужчины. И сыновей воспитывали мамы. Я, конечно, не могу понять, как это произошло, потому что все-таки мужчины, которые выросли в послевоенное время, мальчики, они все-таки нормальные мужчины еще. Вот то, что мы сейчас видим, поколение, конец 80-х, 90-х, начало, это очень горькая, печальная правда. И очень часто их растят таким образом, даже попа целуют. Большую надежду возлагают мамы на этих сыновей. Допустим, такие сыновья хорошие вырастают, они хотят жениться, то есть они женятся, у них дети появляются, но потом эта мама кричит, а я сыночка не для того рожала, чтобы он там пеленки поменял, а не для того сыночка рожала, чтобы он мусор вынес. Вот мой сыночек его надо покормить, а этот пускай лежит, орет. Пускай сын, то есть внучок лежит, орет, а сыночку главное покормить взрослого, который сам себе может тарелку положить в еду. То есть все начинается с того, что мама слишком сильно опекает своих сыновей. Настолько сильно, что они дают ему возможность почувствовать, что он важнее своего же сына, он важнее своей жены. Это же он, он такой весь прекрасный, замечательный. Проблема как раз здесь. Но это не самый худший вариант. Тут хотя бы женатый дядька семью завел, а есть такие, которые семью не хотят заводить, есть мужчины, которым 40 лет, да, выглядят они на 20 с чем-то. Но и поведение у них на 20 с чем-то. Почему? Они боятся, они боятся семьи. Боятся семьи не просто так. Большинство нынешних подростков, так таковых, сознательно подростков, они боятся семьи только потому, что это ответственность. Это большая ответственность, потому что мне один молодой человек рассказывал, которому уже 40 лет, относительно молодой, не замужний, не женатый молодой человек, рассказывал, что если бы он вступил в отношения с девушкой не так поздно, как он вступил, то, возможно, у него уже была бы семья, у него были бы уже дети, как он сказал, отбросы общества, и он бы где-нибудь работал на заводе каждый день, чтобы прокормить эту семью, которую бы он не хотел. По сути, он увидел ту серую правду жизни, которую мы сейчас замечаем. Большинство людей занимаются не своим делом, не любимым делом, то есть какое-то, по сути, рабство происходит, на кого-то работают, особенно те же кредиты, долговые ямы, потому что человеку постоянно по телевизору показывают, вот тебе конфетка, и показывают, как хорошо живут другие люди, человек так же хочет. Мы привыкли копировать, потому что за счет того, что наша страна погрязла войне, мы будем говорить только о нашей стране, по сути, мы не знаем, что творится за бугром в других государствах, я не буду это врать. Люди хотят хорошей жизни, они, очень многие растут в детдоме, то есть, по сути, они лишены воздействия предыдущего поколения на себя, то есть лишены дедушек, лишены бабушек, в которых они нуждаются. Потому что я знаю, что то поколение прадедушек, прабабушек, которые, например, 25-го года рождения, которые в свое время прошли войну, которые остались живы после войны, создали семьи, их уже нет. И некому было объяснить, как нужно обращаться к женщинам. Потому что я встречала пожилых таких мужчин, которые прошли войну, они действительно удивительные. Они ухаживали за свою жену, они, если нужно, стирали белье. Почему не стирали? Потому что что-то с женой случилось, и он за ней ухаживал всю жизнь. Такое очень часто случается. То есть то поколение, прошедшее, оно действительно друг к другу относились с заботой. Они женились для того, чтобы просто выйти замуж, как было сказано, чтобы статус супруги получить, или не просто завести ребенка, или не просто жениться, или еще как-то. Они осознанно шли на этот шаг для того, чтобы создать семью, для того, чтобы продолжить род. И я понимаю, что главная причина нынешних семей и нынешних вообще разводов, и вообще в этой ситуации в стране, то, что люди, они не знают, как правильно. Они все тыкаются, мыкаются, и мы просто замечаем то, что сейчас происходит. Те же Child Free. Почему они появились? То есть не просто так они появились. Потому что видят по Голливуду, как за рубежом, там тоже Голливуд показывают, очень молодые, хорошие девочки. Они все такие стройные, замечательные. Почему? Потому что они не рожают. Хочешь быть красивой? Не надо рожать. Там грудь растянется, там живот вылезет, там морщины появятся. С какой-то степени, может быть, так оно и есть. Но а какая цена этой молодости, вечной молодости? Без детей, допустим, цена очень сильная. Эту цену понимает женщина в 60. Я не знаю, что понимают мужчины, когда они одинокими становятся. Там в 70-80 и некому стакан воды подать. Но проблема такова, что, по сути, вырождение идет из-за нежелания рожать, нежелания брать на себя ответственность. Я так это вижу, Алексей. Во-первых, надо согласиться с тем, что Суперхана написала все верно. Но здесь, учитывая то, что написано, наверное, следует отметить какие-то ключевые фразы. Вот мы растим девочек. А кто мы? Вот я так девочек не ращу. Значит, я уже не мы. Я уже к тем, кто пишет, что мы, не отношусь. Я ращу девочек с другим уклоном. Не проституток, не тех, которые прогибаются подо все. А тех, которые осознают этот мир, кто они и для чего они. Познают свое естество. Поэтому я уже не отношусь к тем, кто растит вот так вот девочек, как было здесь написано. Средства массовой информации, которые льют грязь в наше общество, и они растлевают нашу молодежь. Кстати, не только девочек, но и мальчиков тоже. И не только девочек и мальчиков, но уже и взрослых людей. Потому что мозги можно затуманить всем, абсолютно всем. И бабушкам, и дедушкам, мамам, и папам. Так вот, мы и создали Народное Славянское Радио для того, чтобы изменить эту игру. Изменить правила в этой игре, которая нам навязана. Изменить условия жизни. И изменить их так, чтобы не было всего этого, о чем написала Суперхан. Вот для этого и было создано Народное Славянское Радио. Потому что нас уже очень сильно достала та ситуация, в котором находятся коренные жители России, коренные жители Руси и вообще жители всего нашего мира. Вот для того, чтобы изменить эту ситуацию без войн, без конфликтов, дать людям понять, что воевать-то, в общем-то, не за что, и было создано Народное Славянское Радио. Но для того, чтобы нам всем это понять, необходимо понялочку включить. Необходимо в мозги что-то посеять. Поэтому мы действуем не против кого-то, а для чего-то. И, уверяю всех, наши действия, если прислушаться и начать делать то, что мы предлагаем, будут выгодны абсолютно всем. Потому что даже у конченного мерзавца не будет необходимости себя проявлять как мерзавца. Потому что с материнским молоком ему будут рассказываться очень правильные, добрые истории о том, как надо жить в дружбе. И даже если у него нет такого понятия совесть, у него хотя бы будут включаться понятия необходимости так жить. Так живут все. Значит, так надо жить. Ему не нужно будет желать чего-то больше, потому что у него все это будет. А это можно достичь только в одном варианте существования. В державности. Всего-то навсего. В державности. Где каждый. Для державы. И держава для каждого. Где учитывается все самое важное для каждого человека. Его предназначение. Исходя из предназначения, какой у него есть инструментарий по жизни. Развитие этого инструментария. Оттачивание навыков пользования этим инструментарием. Только так, когда люди будут жить в естестве, у них будет счастье. Современная цивилизация – это не естество. Это саморазрушение. И нам постоянно вкладывают в голову, что надо с чем-то бороться. Что надо что-то добиваться. Да нет, надо просто жить по естеству. И тогда не надо будет бороться, потому что меньше станет тех, с кем надо бороться. Это звучит парадоксально. И я думаю, что сейчас найдутся люди, которые скажут, вот Алексей какую-то чушь сморозил. Кстати, у многих слово «чушь» часто появляется. Чушь – это свинья. Я никуда чушь не несу. У меня свиньи нет в хозяйстве. Если человек живет в достатке, у него нет желания добиваться чего-то такого сверх этого достатка. Ну, это просто противоестественно. Если человеку вложены правильные устремления в жизни, то в этом случае он будет по этим устремлениям жить. И он свой темперамент, свою активность, энергию сможет вкладывать в то дело, которое будет выгодно не только ему самому, а его семье, его роду, его общине, его державе. Вот о чем идет речь. Теперь дальше. Если у какой-то женщины вдруг в жизни после множества абортов все нормально, это еще не говорит о том, что после смерти не придется со что-то более жестко расплачиваться. Такое бывает. Не надо равняться на тех, кто делает убийство, и им за это ничего плохого не прилетает. Ваша жизнь иная, и спрос за ваши дела будет с вас. Если человек предназначен для убийства в этой жизни, он делает эти убийства. Естественно, что чем лучше он их делает, тем лучше ему будет. Но это не означает, что вы для убийств предназначены. И если вы начнете подражать убийце, то вам может прилететь очень сильно, потому что ваша стезя в этой жизни иная совершенно. Вы не убийца. Плюс ко всему, вы же не знаете, что там с душой происходит вообще, есть ли там что-то такое, то, что мы называем одухотворенностью. Может быть, перед вами всего лишь навсего человек очень-очень низкого уровня, для которого такие низменные действия – это норма на его стадии развития. Может, перед вами просто биоробот какой-то, который существует как полуживотное. Но вы-то не биоробот. Вы-то не животное. Вы не полуживотное. Вы не получеловек. Вы, человек, раз рассуждаете о таких высоких материях, это говорит о том, что вы уже не биоробот. Биороботам это неинтересно. Так не равняйте себя на низшее. Всегда смотрите на высшее. Потому что в яму вы и так можете попасть. Зачем нужно равняться все время на тех, кто сидит в помойке? Зачем нужно говорить, ну и там живут люди? Так они живут по помоечным законам. Вы что, хотите тоже жить по этим помоечным законам? Вроде бы здесь собрались люди, которые говорят, что так не надо жить. Надо менять обстановку, ситуацию. Изменять этот мир к лучшему. Значит, вы не стремитесь жить в помойке? Так чего ж ты равняйтесь тогда на помойку? Очень важно понять, вы куда стремитесь? В светлое будущее или в вонь? Если в светлое будущее, тогда не равняйтесь на вонь. Тогда давайте вместе думать, как убирать с экранов такие развратные передачи, которые наших девочек превращают в проституток. Убирать фильмы, журналы, в которых рассказывают, что это норма. Убирать все то, что уничтожает наше естество. Давайте не просто с этим воевать. Не просто это пресекать. А давайте уже начинать делать свое. Вот я разговариваю с соседом. Говорим о чем-то хорошем. Он говорит, Алексей, правильно говоришь. Но кто ж нам это даст сделать? Я ему отвечаю. Если так ты будешь рассуждать, тебе, во-первых, никто не даст это сделать. Во-вторых, никогда этого не будет. А я рассуждаю с другой точки зрения, как человек, мне это надо или не надо? То, что я делаю, принесет ли радость? Пользу, достаток, мне, семье, моим соседям, то есть обществу, моей державе. Вот если все эти параметры складываются, да, польза от этого будет, тогда я просто начинаю это делать. А если какой-то из этих параметров не складывается, то есть пользы не будет, то в этом случае я думаю, а что будет не так? А что я думаю не так? А что я делаю не так? Давайте уже не будем рассуждать, как бараны, а дадут ли нам воды, а дадут ли нам еды, а постригут ли нас вовремя, а защитят ли от волков, а не замерзнем мы и так далее. Давайте-ка вот не так будем думать, а будем думать так, а что я сейчас могу сделать для того, чтобы то, что я мыслю, воплотилось в жизнь? Давайте для начала хотя бы начнем мыслить о том, что это нам надо. Не ждать, пока нам разрешат, не ждать, пока за нас что-то сделают, и не думать о том, что кто же нам это разрешит, нам это никто не разрешит. Нет. О том, что, во-первых, это надо, и это необходимо. Не просто хочу, а это необходимо. И когда вы будете думать о том, что это надо, это необходимо с точки зрения я, семья, общества, держава, а держава существует только по божественному проекту, То тогда все встанет на свои места Вот к чему я вас призываю А не говорить Ну мы так растим девочек Я так не ращу Ну средства такие массовой информации У нас другое средство массовой информации Понимаете? И еще был такой разговор Вот не женщина типа убийца А женщину убивают абортами Да, конечно Женщину убивают абортами Ну вот скажите, пожалуйста Разве убийцу никто не может убить? Разве убийца сам не может быть убиваемым? Конечно же может быть Поэтому давайте честно говорить Если жизнь прервана Совершено убийство Которое не только убило эту жизнь А которое еще убивает ту В ком эта жизнь была зарождена Поэтому женщина, делающая аборт Она и убийца И она же одновременно убиваема Вот эта печаль в два раза сильнее меня добивает И мне от этого в два раза печальнее А сейчас идет разговор Ну давайте мы не будем осуждать Да никто не осуждает Потому что я не бог Я не судья Есть более высшие инстанции Которые все, что необходимо, сделают Которые не надо просить Умолять, указывать На то не высшие инстанции Там прекрасно все знают, что делать Самое смешное, что наступит момент Когда человек сам себя будет судить И он сам себе вынесет приговор И он сам же будет своим палачом-исполнителем И я здесь участвовать не буду Поэтому мне говорить, что я там несу чушь какую-то Еще что-то бесполезно абсолютно Я никого не обзываю Никого не запугиваю Я просто говорю то, что есть А вот дальше чушь или не чушь Покажет только время И только тому, кто это пишет Кто это думает И кто это делает Вот это надо понимать Вы можете принимать Или не принимать мои слова Вы можете с ними соглашаться Или не соглашаться Время покажет Моя задача вас просто предупредить Об этом, что это есть Чтоб потом Когда наступит момент спроса Самого себя Не было такое Но мне же об этом говорили Но меня же предупреждали об этом Мне говорили Вот тут помойка А вон там светлое будущее А я желая быть светлым будущим Все время тыкался в помойку И в конечном итоге Вот я весь в грязи Теперь здесь стою И не знаю, почему так все случилось Моя задача все лишь навсего Вам сказать об этом Сказать, предупредить и остеречь Поэтому мы делаем такие передачи Ты знаешь, Алексей Я заметила, что большинство женщин Они как правило Ну не то, что мучаются Они осознают в глубине души Что неправильно поступили И если их особенно принуждали к аборту И они это делали Ну как правило Это или родители Или супруг Или там мужчина От которого они забеременели Как правило Они чувствуют на себе тяжелый камень Но есть такие женщины Которые считают Что они не имеют на это право Не потому, что у них плохое сословие Не потому, что у них плохой муж Да, нормально у них там мужья Они просто имеют право на аборт Я знаю такую женщину Которая делала 30 абортов Потому что у нее не было деньги на такси И она расплачивалась таксистом с собой И она очень легко об этом говорила А потом в это время бегал ее сын рядом И она говорила А вот этого муж сказал Да, оставим Я подумала, говорит Ну ладно, давай Ну вот родился, бегает А потом она все равно продолжила делать аборты Я не знаю, можно ли их осуждать Я просто думаю, что она просто не понимает Она, наверное, даже не задумывается Во-первых, я сказал, что я никого не осуждаю Я уже об этом повторил много-много раз В разных передачах Какая мне разница В конечном итоге Какой с вас будет спрос Этот спрос будет с вас А не с меня Второе Какой смысл мне кого-то осуждать Если я не судья И мой приговор не будет приведен в исполнение Поэтому абсолютно бессмысленно Кого-то мне осуждать Я никого не осуждаю Еще раз говорю Моя задача только донести Те возможные варианты Которые с вами могут быть Моя задача Правдиво сказать о том, что есть Если это убийство Я и говорю Это убийство Если это саморазрушение Значит, это тоже убийство Мало того, что вы другого убиваете Вы еще убиваете себя То есть, это двойное преступление Перед самим собой Ты сказала слово Принуждение Когда заставили Так вот, если это принуждение Это один спрос Если это норма жизни Это другой спрос Здесь тоже надо учитывать Но опять же В моих словах нет осуждения Я всего лишь навсего Предлагаю задуматься Можно дальше переходить Например, к вариантам Почему это происходит А какие взаимоотношения Мужчины и женщины А что мужчина получает Тот, который Или принудил Или вот так вот просто сказал Да ладно, делай Что там Вот об этом можно поговорить Но еще раз Без осуждения Я никого не имею права осуждать Да и смысла в этом нет Кого-то осуждать Да, по этому поводу Был тоже интересный комментарий Оксана Брейнер Написала А вы никогда не думали Почему у нас Средняя продолжительность Жизни у мужчины Всего 62 года После аборта У женщины в ее лон Остается фантом смерти Навсегда остается И мужчина при близости Заряжается Заражается Берет на себя Эту энергию Ну а дальше Он расходный материал Попадает Конвейер И дальше По списку Так что даже Мужик Который Ни сном Ни духом Про прошлые грехи Женщины Рассчитывается Своей жизнью И здоровью Ну мне кажется Он возможно тоже Участвовал И еще она дополнила Интересно И даже страшно Представить Сколько людей Которых вынашивали После абортов А они таки Сталкивались С фантомами Своих несчастных Братьев Несут в себе Печаль смерти И горя Может и отрабатываем Карму За себя И за своих Нерожденных Братьев и сестер То есть такой момент Очень глубокий Действительно Влияют аборты Например На братьев и сестер Которые после Этих детей родились Я сталкивалась С таким Что Ну когда читала В интернете Очень многие пишут Что такое ощущение Что они отрабатывают Жизнь За своих Братьев и сестер Поэтому Или им тяжело Или возможно Они сталкиваются С какими-то Противоречивыми Желаниями Вот этот момент Очень такой Глубокий Как ты думаешь? Я думаю То что случайностей В этой жизни нет Потому что В этом жизни Все получу Все в этом случае С Лу Чем Все В нашей жизни С Лучем Все С Лучайно Просто Слово Немножечко Извратили И когда Немножечко Извращали Развернули В противоположную сторону Получилось Противоположность Того Что было Изначально У меня Есть знакомый Который Своим Примером Подтверждает Все о чем Говорили Многие ученые Многие мыслители Мудрецы Разных стран В разные времена Например Первая женщина У нее У нее У нее был Любимый Мужчина Ей Было Проверение 18 лет И они Друг друга Любили У них Ничего Не было Это Были В те Времена Когда Еще Следили За Нравственностью И поэтому До Свадьбы Никаких Взаимоотношений Половых Не было Но Кто-то Из Родственников Этой Женщины Настоял На том Чтобы Она вышла Замуж За другого Человека И Когда Игралась Свадьба В деревне Тот Суженый Которого Любила Та Женщина Он Валялся На Земле И Рыдал Потом Родился Ребенок От Другого Мужчины Жизнь Не удалась Там Был Туберкулез Вдруг Ни с того Ни Сего Появился У Мужчины Ребеночек Был Слабенький Этого Ребенка Отправляли Всякие Санатории Естественно Что С мужем Который Туберкулезный Эта Женщина Уже Не могла Жить Она Развелась И Она Одинокая Стала Воспитывать Этого Маленького Ребенка А тот Суженый Женился На Другой Но При этом Фотография Этой Женщины У него Висела Над Кроватью И Он Очень Быстро Умер Потому Что Не Случилось То Что Должно Было Случиться Была Разрушена Жизнь Этого Человека Была Разрушена Жизнь Была Разрушена Жизнь Самого Ребенка Который Выжил Но Матери Приходилось Работать На Многих Тяжелых Работах И Ребенок По Санаториям Мотался Те Которые Занимались Различными Излечениями Да Он Стал Взрослый Да Все Хорошо Ему Сейчас Много Лет Он Уже Давным Давно Пенсионер Но Есть Такие Отношения Между Матерью Она Еще Жива И Этим Уже Пенсионерам Которые Показывают На То Что Что То Было Не То При Зачатии Что То Было Не То После Родов Что То Не Так Пошло Таких Примеров Огромное Количество Если Вы Не Будете Этого Учитывать То В Которые Будут Разрушать Всю Вашу Жизнь И Жизнь Ваших Детей Потом У этой Женщины Были Другие Мужчины И Были Другие Дети И Были Аборты И В каждом Из своих Детей Она Видела Своих Палачей Потому Что Она Не Осознавала Что Она Делает И Каждый Из Этих Детей В свое Время Отомстил Своей Матери За То Что Так Было Не Осознанно Омстил А Просто Потому Что Это Было Сделано Дети Ж Ничего Не Понимают Примеров Огромнейшее Количество Мы К сожалению Иногда Слепы И Не Замечаем Этого Не Обращаем На это Внимание А Кто То Очень Искусно Манипулирует Нашими Взглядами Очень Искусно Манипулирует Нашими Представлениями Закрывает Глаза На То Что Есть И Подсовывает Там Какую-то Обертку Красивую Люди За ней Тянутся За этой Оберткой А там Пустышка Или Отрава Какая-нибудь Или Еще Что-то То Что Непригодно Но Зато Обертка Была Красивая И Нам Подбрасывают То Садом Азохизм Которые Идут Из Какого-то Обиды Какой-то Или Из Каких-то Неправильных Представлений То Вдруг Какой-то Архат Или Патриархат Эти Разделенные Системы Противоборство С чем-то С кем-то И Все Это Война Война В конечном Итоге Самим С собой Мы Разрушаем Своё Естество Мы Становимся Злобные Потому Что Мы Когда Злобные Мы Не Осмысляем Что Делаем Не Ведаем Что Творим В Это Наша Проблема Примеров Огромнейшее Количество Просто Их Надо Уметь Видеть Да Алексей Мы Сейчас С тобой Как раз Подошли К Завершению Нашего Нашего Разговора К нам На радио Пришло Сообщение И Я Хотела Было Зачитать Пришло От Виктора Здравия Народному Славянскому Радио Хочу Предложить Разобрать В эфире Такую Тему Как Роль Женщины И Мужчины В эфире Современная Цивилизация Посредством рекламы И средств Дезинформации Навязывают Женщины Такую лонзу Ты Женщина А не Посудомойка Таким образом Женщину Отстраняют От ее Естественных Создательно Предназначенных Обязанностей Так Давайте Об этом Поговорим Ты знаешь Сразу возникает Вопрос Какая Обязанность У женщины Не быть Посудомойкой Или быть Посудомойкой Здесь все-таки Такой момент Однобоко Отставлен Я думаю Что Женщина Не должна Делать Выбер Перед тем Быть ли Посудомойкой Или не быть Посудомойкой Женщина Должна Осознавать Себя Женщиной Если Мы Говорим Про Уничижение То В этом Случае Женщина Будет Делать Некоторые Обязанности С точки Зрения Рабыни Ее Это все Будет Доставать И она От этого Будет Мечтать Избавиться А вот Мудрая Женщина Берегиня Она Будет Даже Какие-то Рутинные Дела Делать Таким Образом Чтобы Они Приносили Пользу Ей Ее Детям Ее Супругу Ее Родне И так Далее И тому Подобное Ну Раз уж Про посуду Мы Заговорили То В этом Случа Есть Такой Прекраснейший Замечательный Обряд Очень простой Смывание Проблем Когда Женщина Моет Посуду Она Не должна Концентрироваться На Рутинной Работе Моя Посуду Она Может Представлять Себе Какие-либо Проблемы В ее Жизни В жизни Своих Детей В жизни Близкого Человека Своего Мужа В семье Целиком Эту Проблему Представлять В виде Грязи Или Остатков Еды На Посуде И после Этого Их Смывать И Каждая Тарелка Будет Разрешать Какую-то Проблемку А может Быть Целиком Всю Проблему Которая Сложилась Подметая Что-либо Можно То же Самое Делать Чтобы Вычищать Не Только Дом От Грязи От Пыли От Мусора А Изменять Жизнь К Множество Плюсов В своей Жизни И Огромное Количество Добра И Ваш Дом Будет Чистый Сияющий Для Вас Это Будет Не Рутина А Приятное Занятие Часто Сопряженное С Игрой Вам Это Будет Не Муторно А Будет Даже Весело И Занятно Плюс Ко Всему Вы Можете Обдумывать Очень Важные Какие-то Дела Вы Можете Тренировать А Если У Вас Навязан Образ Что Это Рутина Ну Тогда Вы Будете Заниматься Рутиной Но Прошу Прощения Тогда Вся Жизнь Может Превратиться В Рутину И Вы Будете Бессмысленно Тыркаться В разные Места Для Того Чтобы Найти Новое Развлечение Новое Удовольствие Вопрос Вам Это Надо Глупый Человек Пытается Убегать От Маленьких Проблемок Не Решая Их И Не Понимает Откуда Берутся Новые Проблемы Причем В Большем Количестве И В Большем Объеме И Каждая Проблемка Вырастает И Этих Проблем Становится Больше А Разумный Человек Понимает Что Нельзя Откладывать Дела В том Числе И Решение Проблем На Будущее Все Что Можешь Решить Сейчас Решай Сейчас Это Принцип Бытия И Необходимо Все Делать В Нужное Время В Нужном Месте Иначе Будут Очень Серьезные Проблемы Исходя Из Этого Я Никогда Не Разрешаю Вопрос Кто Женщина Посудомойка Или Не Посудомойка Женщина Это Женщина Это Берегиня Это Мудрость Рода Это Хранилище Жизни Это Та Которая Может Упорядочивать Пространство Вокруг Себя Но Для Этого Надо Хотя Уметь Упорядочить Свои Мысли И Делать Мир Красочный Рожать Свет В этот Мир Рожать Добро А А Если Не Упорядочены Мысли Если У вас Там Не Пойми Что В Головах Вопрос Что Вы Можете Породить Кроме Проблем Которые Вернутся Из Этого Мира К вам Да Теперь Давай Прощаться Я Желаю Вам Добра Хорошее Пожелание Я думаю Что В нашей Жизни Для того Чтобы Она Стала Лучше Необходимо Культивировать Выращивать Взращивать И сеять То Что Эту Жизнь Сделает Лучше Когда Вы В другом Человеке Видите Что-то Плохое И Пытаетесь Найти Различие Кто-то Сказал Так А я Думаю Так Вот Он Сделал Это А я Сделаю Вот Это Не Понимая Того Почему Он Это Сказал Почему Он Подумал Почему Он Это Сделал А просто Только Потому Что Вы Это Увидели И Вы С этим Не Согласны Тем Самым Вы Будете Искать Себе Врагов Пришло Время Уйти От Этой Пагубной Практики И Вернуться К Пониманию И Осознанности Этого Мира Надо В мир Сеять Добро И Радость Свет Осознанность Что Вы Посеете То Вы Пожнете Поэтому Ищите В другом Человеке Не то Что Вас Разъединяет А то Что Вас Сближает Даже На Любую Высказанную Им Мысль Или Написанное Реагируйте Не с точки Зрения Оппонента Который Хочет Доказать Свою Правоту И Неправоту Его А Человека Который Понимает Что Он Это Сказал Написал Или Сделал Только Из-за Добрых Мыслей Желая Сделать Мир Лучше Если Вы Дополните Его Мысли Слова Дела Своими Добрыми Мыслями Для того Чтобы Сделать Мир Лучше Вы Усилите Его Мысли Делая Добро Усилите Свои Мысли И Повышите Тоже Добро Вот Я желаю Каждому Из нас Осмысленности Здравомыслия Для того Чтобы Достичь Того Что Хочет Каждый В этом Мире На Сим Я с вами Прощаюсь С вами Была Народная Славянская Радио Юлона Стоянова Алексей Орлов Программа Давайте Поговорим Желаю Всем Добра До новых Встреч Увидимся И услышимся До свидания Быть Добро Штурмовать Далекое Море Послала На Страна Продолжение следует Продолжение следует